привет дорогие друзья сегодня у нас на обзоре премиальный автомобиль британец офигенный классный черный солидной действительно премиалка да то есть не дешевая их на самом деле очень много на дороге давайте конкретно у нас land rover range rover и все не делайте пожалуйста эту приставку vogue вы сразу принижаете комплектацию автомобиля понимаете vogue это самая бедная комплектация среди range rover а понимаете то есть просто вот range rover все ничего другого здесь нет остальное все вот эти vogue в кассе автобиография это просто название комплектации автобиография sv есть это вообще самая крутая да то есть ну и вы же не будьте range rover автобиографии у меня да то есть как бы ну так не говорят смотрите давайте разберем сразу по кузовам то есть вот этот конкретный кузов у нас l405 в простонародье солга почему солга вот здесь есть вин номер да то есть впереди начинается слово солга потом идут цифр в предыдущем кузове range rover а в кузове l322 то есть его все в простонародье называют мама почему потому что также вин номере присутствует слово мама у нас экземпляр range rover в кузове l405 до в комплектации автобиография и у нас еще такой момент кузов long то есть удлиненная версия на стандартная версия она 5 метров длиной в кузове long она длинче на 20 сантиметров да то есть у нас получается 520 длиной автомобиль и сразу же акцент делается на задних пассажирах давайте я вам покажу то есть дверь передний у нас остается стандартный обычный а вот дверь для второго ряда сидений она становится длиннее для комфорта посадки высадки да то есть но хозяин автомобиля здесь должен ездить там на втором ряду сидений там либо справа либо слева да то есть как комфортно в продолжение о кузове на смотрите вот этот стиле range rover а то есть вот эти жабры мне очень нравится да и со временем с годами да то есть они их делают все лучше и лучше да то есть это началось там с кузова 322 там до рестайла рестайлы потом перевели в кузов l405 тоже у него тоже присутствует уже рестайлы поэтому классно стильно обалденно отрисовано то есть но мне нравится очень смотрите даже в кузове long здесь у нас автомобиль на двадцать первых колесах да то есть вообще не самые маленькие колеса но они не кажутся огромными на этом автомобиле да то есть здесь люди устанавливают 22 и 23 колеса да и в комплектациях они иногда присутствуют смотрится совсем офигенно но ни в коем случае не страдает комфорт в салоне и управляемость автомобиля эти про заднюю часть автомобиля смотрите блин классный стильный взбитый да сразу скажу все симметрично да там задний ход туманки все обалденно все четко range rover они делают на этом акцент на симметрии даже в салоне кстати есть моменты которые я обратил внимание то есть будут сделаны симметрично то есть и будут что-то здесь есть там нету да то есть они прямо обыгрываются делают это классно посмотрел и вот обратил внимание на некоторые видео обзоры и там понимаете к range rover начинают там а зазоры да то есть там по кузову крышка багажника там что-то чуть-чуть натирает клеится пленочка ребят это все обыгрывается а зазоры перейдите пожалуйста у меня на канале есть они очень давно мы снимали у вас пикап вот там зазоры понимаете то есть там там дыры в кузове в новом автомобиле здесь просто все классно идеально и знаете вот этот автомобиль я в его считаю он настолько классно что есть какие-то моменты которые можно прощать но это вот про техничку я дальше буду рассказывать я вам расскажу как раз вот эти небольшие минуса которые можно простить средняя часть стильно да то есть блин знаете вот этот автомобиль и вот он просто подъезжает и ты понимаешь что подъехала дорого-богато это факт это неоспоримый даже люди которые не ориентируются в автомобильном рынке они понимают что вот это вот британец приехал дорого-богато по передней оптике сразу хочу сказать оптика офигенная вот автомобилю уже 10 лет да то есть состояние пластика блин просто просто офигенная но по-другому я не могу сказать да то есть но многие машины на многих автомобилях а пластик там пескоструется затирается хотя установлен вертикально смотрите а здесь стоял ксенон очень хорошего качества да то есть все таки но вот вообще range rover а когда разрабатывали они думали о безопасности и свет здесь был действительно обалденный но здесь переделали линзы на диодные свет стал еще круче да то есть он прям конкурирует самой современной оптикой которая сейчас есть светит просто обалденно я сам ночью прокатился был немного шокирован он классный в продолжение о вот этих буквах range rover да смотрите меня на самом деле удивлю немного удивляет та ситуация что этот марка и бренда принадлежит индусом и понимаете вот с 2006 года как индусы выкупили этот автомобиль стал становиться только лучше понимаете то есть если в россии там возьмем любой пример да у нас да у нас него трехдверная до сих пор выпускается с разработка 70-х годов и они ее продают новую но это не гелик понимаете который ну там модернизирует дорабатывают и продают то есть у нас как была разработка 70-х она только еще больше начинает деградировать то range rover становится только лучше и только качественней дорогие друзья сразу знаете вот чувствуется да то есть присутствует вес у капота автомобиль у нас алюминиевый но здесь упоры все комфортно аккуратно подняли все обалденно два замка кстати сразу обращаю внимание но это опять же вопрос что безопасности смотрите давайте теперь самое главное про сердце данного экземпляра а у нас здесь дизельный вариант это в 844 объем 339 лошадиных сил и 700 крутящего момента блин офигенный крутящий то есть он просто едет классно смотрите а здесь у нас две турбины но две турбины знаете как реализована то есть одна поменьше 1 побольше то есть одна турбина всегда работает на низах а вторая турбина подключается после до для чего это сделано то есть это разработки они убрали turbo яму потому что на турбовых двигателях да и но чаще всего на дизелях если будет одна турбина будет турбо ямы ее называют провал вы на газ нажали пока турбина не раскрутилась не раздула то есть вы потеряете вот эту там секунду там ну плюс-минус да там зависимости от мотора и range rover они обыграли это двумя турбинами красавчики то есть они просто думают о людях чтобы людям было ехать комфортно во всех режимах вес автомобиля две с половиной тонны достаточно но тяжелый автомобиль динамика разгона заявленная 6 и 9 не самые выдающиеся показатели да но они комфортные они уверены да то есть этот автомобиль он сбалансирован это не спорткар я покатался понимаете то есть он не провокатора то есть я еду в комфорте он мне очень многое позволяет да то есть он мне позволяет в комфорте ехать 200 просто комфортно ехать да но на нем не хочется хулиганить на нем не хочется дать тапку в пол в поворот дать боком да то есть вообще неохота но уверенно он прет как локомотив то есть в любых диапазонах это классный вариант смотрите есть еще здесь устанавливался а трехлитровый дизель 249 лошадей до налоговой но естественно он будет слаб же трехлитровый бензиновый на турбинах неплохой двигатель и 5 литровый супер чардж на 550 лошадей да и там тоже хороший крутящий и динамика разгона там 5 и 2 заявленная заводом знаете но я говорю я как бы если не участвовать в гонках то вот эти там плюс-минус секунда полторы но не скажутся они просто реально это комфортный автомобиль который может да то есть может догнать может наказать блин офигенный вариант конкретный экземпляр до 44 дизель у нас работает в паре с восьмиступенчатой коробкой автомат классический автомат никаких роботов никаких вариаторов надежно блин реально то есть просто обслуживаем там меняем масло свои там 200 300 тысяч коробки живут вообще без проблем чем как будет в автомобиле очень много настроек акцента для бездорожья но на бездорожье они конечно съезжают очень редко смотрите хотел бы поговорить про техническую часть которая знаете наверное все таки есть часть мифов да есть часть правды про надежность там обслуживание да вот в автомобиле разваливаются но вот автомобиль с 2014 года там 10 лет в одних руках да есть какие-то моменты до приходится заезжать на сервис там на тошки где-то что-то поправлять есть знаете очевидные какие-то проблемы которые случались действительно у многих но я не знаю что-то глобального смотрите давайте про техничку вот конкретно этот двигатель да у нас в 8 а в развале нужно переуплотнять трубки да то есть может уходить антифриз то есть если эта проблема начинается ну она решается не так и дорого на самом деле а вот ну где теплообменник да то есть это переуплотняется слышал про случай когда приходилось людям там менять теплообменник но в большинстве случаев просто люди обходились переуплотнением смотрите вообще вот на этом двигателе да то есть не не популярная проблема да но она имеет место быть это восьмой цилиндр форсунка восьмого цилиндра может подавать неправильный объем топлива с чем это связано это связано опять не с автомобилем да то есть я сталкивался и общался с профильным сервисом да то есть но лэндров а кто обслуживает рейндж роверы и пообщался с собственниками да то есть у всех истории разные у всех разная эксплуатация вот вообще лично сразу скажу про мой совет если вы купили рейндж ровер да то есть вы мечтали вы хотели бояться не стоит во первых нужно если со вторички его найти живой максимально живой обслуженный автомобиль и его купить для эксплуатации то есть этот автомобиль не должен стоять как только этот автомобиль начинает стоять там две-три недели месяц два месяца до этих случаев на самом деле очень много потому что у людей часто не единственный автомобиль в семье да то есть и они на чем-то другом еще тоже двигаются хотя я не знаю как можно рейндж ровер променять на что-то другое то есть но там я не знаю а только rolls-royce наверное еще должен стоять в гараже как бы ну можно поменять рейндж ровер потому что сравнивать его там я не знаю типа с японским премиумом там какие-нибудь lexus и infinity это не конкуренты вот и продолжаем про техничку а были случаи что форсунка восьмая начинает лить и здесь может прогореть поршень здесь действительно попадете на дорогостоящий ремонт на капиталку мотора в 2022 году был случай делали капиталку на 4 4 дизель она обошлась примерно в 700 тысяч рублей не дешево но и за автомобилем нужно следить за ним нужно ухаживать да то есть ну как всегда то есть обслуживаем меняем масло своевременно просто на сервисе заодно я груну посмотрели там появилось какое-то запотевание сразу убрали это не так и дорого на самом деле вот когда уже что-то случится уже все жесткая поломка да и все там начинают вот там рейндж ровер плохой да не рейндж ровер плохой найдите пожалуйста профильный сервис который понимает в этих автомобилях у которых электронные программы позволяют прочитать там ошибки планения до в работе там двигателя там но и всего остального там как турбины дуют я не знаю как форсунки льют просто нужно нормальный профильный сервис под этот автомобиль все и про обслуживание да в любом случае автомобиль как бы там под запчастям расходником да там объем масла здесь ну не 4 литра масла дизель там топливный фильтр нужно менять я просто решил в сравнении посмотреть да это некие обслуживать да то есть но в примере там топливного фильтра когда накиа sorento стоил там 2000 рублей здесь он стал 6000 рублей как бы дороже раза в три даже получается да но и автомобиль дороже изначально да и он дает совсем другие эмоции совсем другие ощущения совсем другую безопасность блин этому автомобилю можно прощать многое есть за что пошлите посмотрим на багажник данного автомобиля да что в нем есть можно ли им пользоваться насколько это комфортно делать само собой электропривод опять японцам передам привет у которых вспомните да в этих годах что у вас там было lexus 570 cruzac 200 и которых бешеных бабок стоило здесь вот была кочерга нет здесь вот есть еще одна кнопочка нажимаем и он открывается но это так это для тех кто пытается назвать свои автомобили засунуть в сегмент премиум понимаете то есть но премиум он должен быть мягкий вот этот вот ворс офигенного качества смотрите здесь он везде присутствует да то есть есть розетку на 12 вольт смотрите опять же премиум да то есть у нас автомобиля с пневмоподвеской да то есть есть такие функции как комфортная загрузка задняя часть присядет чтобы вам было удобно что-то положить загрузить на опять же полка давайте я достану ее просто хорошая жесткая полка дорогой британский ремень кожаный который поднимает на смотрите полноразмерное запасное колесо смотрите чтобы достать да здесь есть у нас крючок предусмотрели но для рейндж ровера я бы конечно сделал акцент какие-нибудь аморики поставить да потому что пол жесткие классные все офигенно полноразмерное запасное колесо 21 за рулем должен быть богатырь который его сможет оттуда достать она реально тяжелая она реально большое но она есть даже в нише где запаска да то здесь тактильно классные приятные материалы понимаете то есть помимо да здесь да вот этого офигенного ворса а он еще и дальше присутствует эксперимент на безопасность на зажатие руки пальцев до сломает не сломает прям вот ставлю ему руку да то есть но происходит небольшой удар вот этой кромкой но в руку да но не зажимает силе он сразу же уезжает то есть у него реакция он сразу прям пытается уехать то есть я вспоминаю mitsubishi который мне пыталась прям до ломать руку прям до давить ну ну хорош надо сломать здесь как бы по безопасности все хорошо а цифры заявленные по объему багажника это 909 литров это вообще ну офигенные на самом деле показатели да очень большие но у нас комплектация long да и у нас второй ряд сидений поделен да то есть по центру у нас консоль там с комфортом как бы все классно все супер там сидений с массажами а бывают лонговые версии где второй ряд сидений но целиковый диван который складывается и вот в этом случае объем багажника увеличивается больше чем 2000 литров это больше двух кубов объема реально классный показатель у нас конечно здесь не получится смотрите прям наверное это минус хотя не минус наверное а возможность собственника автомобиля нашим монтаж отправить водителя и еще газель потому что вот эти огромные классные лапти да то есть они широкие они большие положить именно в багажник четыре колеса нереально просто но физически это невозможно сделать то есть это могут только те у кого складывается второй ряд сидений вот тогда можно их туда закинуть смотрите даже вот очередность закрытия да то есть автомобиль подумает за вас да то есть мне не надо там закрывать сначала низ потом там вверх да то есть я нажал и я ушел и он сам все сделает за меня понимаете то есть даже если я говорю там крышку я захочу закрыть он все равно сообразит он откроет закроет то есть он закроет это грамотно большой отсыл китайскому ширпотрепу да то есть сейчас вообще китайские машины стоят бешеных бабок но который меня очень сильно бесит смотрите вот автомобиль большой кузов да но все пропорционально все симметрично хотел обратить сделать акцент на колесах вот большие колеса да и широкие то есть вот на китайцах посмотрите вот они ставят большие колеса но там вот такие вот они узкие когда думаю за автомобилем едете вы видите вот это вот колесницу это даже смотрится у бога соответственно опять же физика до пятно сцепление с асфальтом то есть если здесь широченные лапти да то есть ну здесь хорошее пятно сцепление с дорогой то у китайцев этого нет а цены космические обзор салона данного автомобиля хотел бы начать наверное с главного места в этом автомобиле и она здесь находится на втором ряду сидений вот она огромная огромная дверь классный большой проем за счет кузова long смотрите сразу обращу ваше внимание да да вот чеки машине 10 лет рейндж ровер работают а дверь закрывает полностью порог да то есть у нас пороги всегда чистые смотрите в 2014 году в комплектацию автобиографии можно было компоновать да то есть можно было набирать функции которые вам нужны которые не нужны и здесь собственник отказался от порогов электрических выезжающих вот я реально я попал в премиум да конечно цена однокомнатные квартиры даже в б.у. варианте но можно взять ипотеку кредиты и купить и кайфовать здесь реально комфортно смотрите здесь два кресла кучу электрорегулировок да то есть просто я могу практически там лежа да то есть откинуться и ехать вообще на любое расстояние и смотрите автомобиль на самом деле очень умный то есть я регулируем угол наклона да и если угол ему не позволяет там багажник немного а он сам уезжает вперед также и назад он спинку будет поднимать если я вот просто буду уезжать назад и он сам будет поднимать спинку мониторы конечно все это уже прошлый век в плане технологии да то есть 2014 год здесь можно смотреть 9 диски да но сейчас проблему найти 9 диски ну реально как бы хотя я думаю что можно обыграться что-то прошить перепрошить просто использовать их там ну я не знаю но на bluetooth как-то синхронизировать для 2014 года но вот это было круто со второго ряда сидений вот 14 год электрошторки обалденно да то есть какие-то вот кармашки да то есть на резинках а все в коже а вот эта полка это просто чудо это я не знаю и у водителя эта полка присутствует и у пассажиров это классно смотрите здесь я могу открыть шторку да то есть смотреть я не знаю на небо в панораму то есть огромное остекление на крыше офигенно те вот действительно этому автомобилю можно какие-то нюансы вообще прощать реально вот за эту полку то есть это просто офигенно это просто комфортно я вот просто сижу я просто офигеваю реально я офигеваю от кайфа вот насколько здесь круто комфортно обалденно сидение просто шикарные здесь есть массаж сидений супер здесь подогрев вентиляция сидений здесь в автомобиле четырехзонный климат контроль да то есть смотрите то есть ну я как бы там себе отрегулирую у меня все супер здесь вот у массаж сидений да смотрите вот он вентиляция сидений да то есть подогрев сидений там и здесь вот в режиме авто все смотрите здесь пуль да то есть управлять вот этими мониторами мультимедиа прикуриватель хромированный тактильно даже понимаете вот дорого то есть вот возьмите прикуриватель в жигулях и вот рейндж ровере достанете просто реально знаете вот пластик не китайщина супер впереди у нас подстаканники здесь там у нас воздуховода да то есть здесь туда кладем пистолет да то есть ну на всякий случай чтобы быстро схватили и застрелили недоброжелателей которые пытались проникнуть сюда к вам в ваше пространство смотрите здесь владельник очень нужная функция для лета и если вы двигаетесь на автомобиле очень много далеко но реально это классно да то есть это прям лишним совсем не будет 2014 год диодная подсветка само собой да и на сенсорах супер классно обалденно вот он премиум понимаете то есть но просто игру я там в инфинити видел галогеновые лампочки но в тех же годах машину тоже кто-то пытается позиционировать как в какой-то премиум нет ребят это вот он настоящий вот он весь в дереве и знаете вот это дерево вот этот лак он не напрягает то есть этому автомобилю он подходит понимаете то есть ну вот здесь вот был бы если какой-то карбон ну не тот автомобиль здесь нет вот этого акцента на спорт здесь нужен именно комфорт то есть именно лакшери именно какие качественные материалы да то есть вот просто тактильные. Это просто настолько офигенно. Ручки, да, они в коже, в натуральной коже. Супер. Я очень часто обращаю внимание на ремни безопасности второго ряда сидений, где они находятся. Смотрите, находятся они очень низко. Это очень удобно, без разницы кто на втором ряду данного автомобиля рулит жизнью, да, ребенок, либо взрослый человек будет комфортно. По шее, по горлу этот ремень не пойдет. То есть, и слушайте, он плавный, он прям вот вообще без какого-либо напряга, да, то есть вы его достаете, и он также уезжает. Классно. Друзья, смотрите, на самом деле, большинство этих автомобилей все-таки продается в коротких версиях, да, лонгов их очень мало, и они все-таки созданы для человека, который рулит, да, управляет этим автомобилем. Вот сейчас посмотрим, насколько здесь комфортно, удобно. Слушайте, вот я сегодня покатался, я просто, понимаете, я понимаю, что за этот автомобиль, за эту посадку, за этот комфорт, за это количество настроек душу дьяволу можно продать, а не то, что ему там простить какие-то нюансы, там, когда у него бывают проблемы по электрике, которые решаются, на самом деле, не проблемно, то есть вообще и не так и дорого, на самом деле. Диапазон регулировок офигенный. Сидения, спинки ломающиеся, электрические подголовники. Здесь вот, в этой части, да, то есть, ну, как бы, здесь регулировок реально очень много, да, то есть, это очень комфортное сидение, это очень комфортная посадка, здесь можно настроиться реально под любой рост. позволяет и регулировки руля по вылету, углы наклона, тут, ну, все электро, естественно, блин, супер. Смотрите, деревянная вставка, кожаный руль. А знаете, тактильно, они такие, как прорезиненные, то есть, ну, не скользит рука по ним, да, то есть, как бы, все нормально. В рестайлах уже вот это все стало сенсорное, не пользовался, не скажу, что комфортнее, но мне вот с такими кнопками, мне комфортно. Смотрите, еще передам привет японским премиальным автомобилем, как их называют, наверное, сами японцы, да, это про те автомобили, которые переоцененные, такие, как Lexus. А если у них есть ставка деревянная, зимой она холодная, она не греется. Вот в Range Rover греется даже дерево. Я сегодня прям сразу это проверил, то есть, мне любопытно, то есть, когда на руле, то есть, есть дерево, да, то есть, мне любопытно, работает ли подогрев. У японцев он работает только на коже, на дереве нет. Range Rover сделали, что греется дерево, офигенно. Друзья, я нашел небольшой минус, это регулировка вот этого ремня, то есть, не электро, хотя я вот на других марках и моделях видел, ну, что есть, они электрические. Здесь такой диапазон настроек электрических по сидению, ну, и вот этот момент нужно было все-таки сделать тоже электрическим, потому что здесь даже подголовники, как бы, они электрические. Капитанские кресла, все-таки я их назову, да, то есть, вот этот подлокотник. Блин, это фирменная фишка Range Rover, она очень давно с ними присутствует, и они от нее не отказываются, и в этом на самом деле плюс. То есть, ну, этот подлокотник, он офигенный. Вот он маленький, но он офигенный. Но для моего роста я и на этот облокочусь. Но я сегодня прокатился, вообще, самая классная посадка здесь, это вот. Вот эта полка реально душу дьяволу продашь. То есть, просто вот за эту посадку, да, то есть, вот ты просто, блин, я не знаю, ты едешь и кайфуешь. Ты не торопишься. Вот в этой посадке, вот в этом положении, да, ты реально кайфуешь просто от тачки. Она просто тебе дарит положительные эмоции. Здесь очень хорошая шумоизоляция, здесь очень хорошая музыка, Meridian. Она качественная. В Range Rover, кстати, бывает еще круче музыка, ну, чем здесь, да, установлено. Но вот это звучит офигенно. Я говорю, в совокупе всего, да, то есть, качественных материалов, то есть, кожа, 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 там, дерево, кожа, дерево, понимаете? То есть, очень качественная. Вот этот вот ворс, да, то есть, багажник я тоже показал, офигенно. Смотрите, еще хотел ответить момент про симметрию. Помните, я вам говорил, когда там в задней части автомобиля мы смотрели, там симметричный, там задний ход и все остальное. А кнопка старт-стоп и открывание бардачка они обыграли, смотрите, прямо на похожую кнопку, просто, да, то есть, ну, нету ничего, как будто лишнего. То есть, нажали на кнопочку, все, бардачок у нас открылся. Опять, это удобно, да, обратите внимание, у многих на автомобилях есть кнопка открывания, где-то вот по центру находится. Вот представляете, мне вот отсюда тянуться, это неудобно. Здесь они сделали ближе. Я нажал, все офигенно. Закрыл тоже вот с краю. Эргономика. Это вопрос эргономики. Это вопрос настройки. Погнали дальше. КПП. Рычага нет. Здесь выезжает шайба. Пользоваться очень удобно. Я к этому привык. У меня, несколько лет назад, лично у меня был Ягуар XF. Это седанчик, да, вот, прямо с подобной шайбой. Я к ней привык очень быстро. Это очень удобно. Нету вот этого рычага. Это классно. Но мне это очень нравится. Смотрим дальше, да, то есть, как бы здесь у нас регулировки режимов езды, да, то есть, Range Rover вообще, они красавчики. Здесь офигенные внедорожные показатели. Здесь присутствует пневмоподвеска, да, то есть, которая регулирует клиренс от 220 миллиметров до практически 300. Слушайте, не у каждого джипа есть вообще, в принципе, да, то есть, дорожный просвет в 30 сантиметров, да, то есть, Range Rover за счет пневмы может позволить это себе, да. Здесь очень много регулировок режимов езды, да, то есть, там снег, песок, камни, скалы, да, то есть, это все адаптирует, да, то есть, раскидывание крутящего момента там по колесам, да, то есть, реакция на нажатие на педаль газа. Помощников много, и это круто. Range Rover, он вообще строился, знаете, он из-за серьезного внедорожника превратился в премиум комфорт, понимаете, то есть, вот я сегодня покатался по комфорту в городе на, там, хорошем ровном асфальте, там, на трассе, да, вот поведение легкового бизнес-седана, реально. А он очень комфортный, он плавный, и в тот же момент он очень хорошо стоит на дороге. Но, если вам надо поехать куда-то на природу, то вот здесь проблем совсем нет. То есть, вы доедете, я не знаю, куда угодно, там, ну, на любой пикник, озеро, там, речку, куда-то в горы. Эта машина позволяет это сделать, и она за счет этого становится максимально универсальной, да, то есть, я вот всегда просто, ну, пытался найти, знаете, момент, наверное, идеального автомобиля. И всегда что-то не хватает, а вот здесь бы вот это, а вот здесь бы вот это, а здесь бы это добавить, а здесь бы багажник добавить, там, я не знаю, здесь бы внедорожных характеристик, здесь бы мотор добавить. Постоянно что-то автомобилю не хватает, да. Вот Range Rover, блин, офигенная база, реально, то есть здесь прям вот есть все необходимое. И комфорт, и безопасность, и багажник, и возможность куда-то уехать, и возможность, там, я не знаю, 200 идти по трассе, вообще без проблем. Стаканники большие, да, то есть, офигенные вот эти вот резиновые части, то есть, все будет удерживаться. Под бутылочку, под стакан, под большой стакан кофе вообще не проблема. Слушайте, он даже уехал, как будто, знаете, с таким звуком, как будто там какой-то механизм электрический. Реально. Здесь еще один холодильник, то есть, ну, там сзади холодильник для хозяина жизни, здесь холодильник для водителя. О водителях тоже подумали. Молодцы, красавчики вообще. Нет, смотрите, вот еще одна фишка, то есть, как бы, зеркало. 14-й год, три диода, в глаза не слепят, свет дает хороший. Слепят здесь, пожалуйста, закрыли. Здесь продолжает слепить, пожалуйста, закрыли. И вообще закрылись от этого мира, вот так вот повыше еще сели, и вот смотрите на дорогу, а остальных просто нет. Классная фишка. Друзья, смотрите, освещение, диодное, сенсоры, 2014 год. Что было у японского премиума? Да лампочки там были, и никаких сенсоров там не было. И мой автомобиль, вот дизельный, он теплый. Здесь с завода установлен подогреватель, да, и он срабатывает сам сразу, то есть здесь нету дополнительных пультов. Здесь можно заранее запрограммировать, да, то есть через компьютер, да, чтобы там, не знаю, там в 7 утра автомобиль прогрелся, да, то есть сам. Без проблем, когда вы выйдете, там просто вам срочно нужно куда-то ехать, да, то есть вы вышли, завели, 5 минут в салоне будет тепло. То есть сразу он включит вебасту. В морозы заводится без проблем в любые, в минус 30 легко. То есть вот, ну реально, ну хорошие, если аккумуляторы вводятся без проблем автомобиль, прогревается без проблем, то есть дизельный инфинити, ну никогда в жизни не прогреется, то есть это опять же, если про премиум говорить, то рейндж прогревается все офигенно. По функции вообще вот комфорта необходимого, да, наверное, ну само собой парктроники в круг, датчики слепых зон в зеркалах, камеры кругового обзора, там вот там подоб функциям, там смотрите, там 4 на 4, да, то есть посмотрим, то есть, ну в каком положении там колеса находятся, да, то есть в блокировке, если мы начнем здесь включать, здесь все будет отображаться. Сейчас. Посмотрите, там подсветки по салону, да, то есть все можно выбрать, но я про это не буду говорить, это знаете, это удел китайщины, да, то есть это вот в салон китайского ширпотреба придите, начнут говорить, ой, смотрите, какие здесь планшеты стоят, ой, какая здесь подсветочка везде, но она, кстати, в китайцах некачественная, она напрягает на глаз, то есть они вот здесь вот все засветят своими полосками, а потом вы ночью едете и у вас глаза реально устают. Здесь реализовано это все грамотно и просчитано. Функциональный вот этот монитор, да, то есть здесь можно менять картинку, да, то есть пассажир справа будет смотреть свою картинку, водитель будет смотреть другую картинку в одном экране. Вот они технологии, а не то, что там китайцы обычные там, я не знаю, свои дешманские планшеты понавешали везде и типа это круто. Нет, ребят. Камеры кругового обзора, то есть, ну, они есть, присутствуют, тут виды, да, какие-то у нас есть, там, ну, блин, здесь есть, 2014 год. На самом деле качество камер не самое шикарное, да, которое я видел, но этому автомобилю за счет лет, наверное, можно все-таки этот момент простить, ей 10 лет, да, они были, и они для того времени были действительно качественные, то есть я сейчас из последних там просто ради эксперимента посмотрел у китайских автомобилей, но у них в 24 году качество намного хуже, чем здесь. Вот я пристегнулся, вот даже цвет у ремня безопасности круто, дорого, богато, реально. Смотрите, цифровая приборка, полностью цифровая, бортовой компьютер, шкалы, все цифровое, все работает, все офигенно. Я вот сейчас еду, выезжаю, тут какое-то легкое бездорожье, там какие-то неровности, просто ты не думаешь ни о чем, в плане того, что как-то чего-то тут надо куда-то объехать, вот просто едешь, и все. Неровности проезжает, блин, вы знаете, такое ощущение, как будто их просто нет, он просто не замечает неровности. Друзья, вот вроде, знаете, вот сейчас сделать как рубрику, конкуренты, да, а знаете, а я вот скажу, а что их нет, а я не знаю, с кем сравнивать этот автомобиль, ну, именно конкурировать. Есть много хороших автомобилей, там, лично по себе скажу, там, мне нравятся Mercedes, да, то есть там GLS, мне нравится BMW X7, да, то есть как бы, ну, просто пытаюсь что-то взять из общих габаритов, но они разные, там, те тоже офигенные автомобили, имеют место быть, да, но вот Range Rover, все-таки, знаете, он находится в той категории, конкурентов, это Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, но он вот в этом сегменте, он как раз самый дешевый, но он офигенный, он действительно в том сегменте, ни в каком сегменте Mercedes его нет, и тем более уже какого-то китайца, да, то есть, ну, здесь сравнивать я даже не буду. Многие пытались сравнить там с японцами, но японцы, я еще раз повторю, что это переоцененные автомобили, в этих автомобилях ничего нет, а я уже прям вот, ну, даже на примерах, да, то есть там Lexus Infiniti, вам сказал, что там вообще ничего нету премиального, да, в автомобилях, то, что, допустим, здесь есть. Эта машина, она универсальна, прям универсальна на максимум, то есть, все-таки, правильный подход постройки премиум внедорожника, знаете, нужно начинать с внедорожных качеств, да, потому что часто там пытаются, я говорю, там, особенно японцы, там, Lexus, какие-то там, эти RX-ы, построили какие-то кроссоверы, но на бездорожье они не могут ничего, а их называют кроссоверами, только из-за того, что у них есть какой-то полный привод, здесь он офигенный, здесь он постоянный, на трассе, зимой здесь офигенно ехать, здесь классная система стабилизации, она действительно работает, то есть, этот автомобиль вас вытащит из каких-то там, внештатных ситуаций без проблем, если вы хотите этот автомобиль, он вам нравится, там, без разницы, в каком кузове, L322, L405, берите от 2006 года, но лучше от 2009, то есть, там уже были рестайлы, там уже была куча-куча доработок, там уже появились вот этот двигатель, 4.4 дизель, там было очень много модернизаций, и настроек, да, которые изменились, там было очень много улучшений качества, а то, что вот люди начинают придираться, реально придираться, да, там, блин, вот там с электрикой бывает что-то загорится, там, реально, там, вот на конкретном экземпляре скажу, то есть, были такие проблемы там по парктроникам, да, но это что-то там с проводом случилось, да, я не знаю, там заехали, электрик там, ну, спаял, перепаял, все хорошо работает, смотрите, еще один факт хотел бы отметить, да, связанный с менталитетом вообще в России, да, уважение на дороге, то есть, вот вы поедете, я не знаю, на Киа Пиканто, да, вас захотят все, я не знаю, знаете, еще вот там выйти и запинать просто, не то, чтобы там куда-то пропустить, даже если вы будете включать поворотники, и сегодня я ехал на рейндж-ровере, я никуда не торопился, эта машина реально просто по кайфу, эта тачка просто по комфорту, и я просто немного, знаете, чуть-чуть сместился, ну, посмотреть, что впереди, впереди идущие машины, они начали двигаться, реально, я просто, я прям реально это заметил, понимаете, то есть, не было какой-то провокации, что кто-то под меня тут хочет залезть, да, то есть, в наглую, ну, бывают же эти ситуации часто, там кто-то пытается подрезать, там, не уважить, блядь, эту тачку уважают, просто, без разницы, кто сидит за рулем, ее реально уважают, то есть, я вот сегодня ехал, там, ну, нужно перестроиться, я включил поворотник, да, я всегда включаю поворотник, без проблем, меня сразу пропустили, просто, вообще, никаких проблем, поэтому, смотрите, я китайские автомобили, не считаю автомобилями, стоят они очень дорого, вот конкретно 2014 год, вот в подобной комплектации автобиография, там, лонг, не лонг, то есть, без разницы, здесь уже как бы по потребностям, вообще, начало цен от 3500, но это прям конченые варианты, нашел прям вот хорошие живые варианты, там, там, один-два собственника, там, хотя бы, то, что вот можно проверить по базам, да, там, бесплатным и платным, то есть, там будет все зеленое, в плане нескрученные, пробеги, там, какое-нибудь хорошее дилерское обслуживание, то есть, такие экземпляры будут стоить порядка 5 миллионов рублей, но, я сейчас посмотрел то, что китайцы продают по 7, по 8, по 9 миллионов, слушайте, свой ширпотреб, по мне, лучше, там, за 4500, за, ну, плюс-минус найти, живой, хороший рейндж-ровер, прям, подобрать себе, то есть, не купить там за неделю из того, что есть, а реально поискать и подобрать, подобрать комплектацию, которая вам нужна по вторичке, взять подушку, знаете, ну, тысяч в 300, просто загнать и сделать офигенное ТО, а, еще вот, кстати, пока тут говорю про это все, про цены, про цифры, да, вот, автомобиль за 10 лет, была поменена, пневмоподушка одна, то есть, ну, просто очень многие говорят, что рейндж-ровер, там, проблемы, пневмоподвеска, там, я не знаю, они боком, там, я не знаю, падают, падали, когда они принадлежали, там, до 2006 года, BMW, да, это проблемы у них были, когда они начали принадлежать индусам, а проблем с подвеской нет, реально нет, вот машине 10 лет, здесь даже рычаги, кстати, не делали, не меняли, ни наконечники, то есть, ничего, привода живые, то есть, ну, это привет японцам я передам, да, то есть, как бы, блин, ну, просто офигенный автомобиль, дорогие друзья, всем пока, подписываемся на канал, пишем комментарии, я поехал отдавать этот чудо автомобиль, если честно, очень не хочется, реально, мне автомобиль понравился, очень сильно, чем я. и